всем привет рада видеть вас на своем канале и сегодня мое видео будет о пустых баночках начну я самой большой пустой баночки это скраб для тела от марки натуры сибирика тонизирующий мятный лед биоскраб активные компоненты указанная дико таежная мята масло арктической розы камчатская белая соль вот он называется тонизирующий мятный лед и он действительно такой вот он бодрящий он мятный аромат яркий достаточно яркий вот прям вот холодящий мятные кожу действительно холодит освежает приятный во всех отношениях скраб если вас не смущают яркие ароматы и эффект такой вот холодка по телу но мне не хватило здесь скрабирующих частичек соль она камчатская конечно здесь есть достаточно крупные скрабирующие частички но мне хотелось бы чтобы их было больше скраб был красивого мятного цвета мне в нем понравилось знаете что вот он до того смягчал как ты питал кожу что после использования этого скраба не нужен был никакой крем для тела сначала когда я его купила я прям видео про покупки сразу сказал что он мне не понравился что зря я его купила пожалела денег но потом я его вот распробовала очень даже достойный скраб неплохой но опять же есть некоторые но покупала я его с громадный с огромной скидкой я его закончила не выбросила это уже говорит о том что он достаточно неплох в общем если попадет у меня опять на каких-то хороших скидках то возможно я его повторю следующая моя пустая баночка флакончик это средство от l'oreal professional blondie fair для волос предназначено это средство для милированных блондированных окрашенных волос оно должно сохранять как бы цвет блондинкам да это понятно вот это чтобы желтизна не пробивалась чтобы волосы не ломались не секлись и придает красивый такой блеск волосам живой не то что даже живой в общем такой вот красивая красивый блеск не свечение а именно так вот он искрящийся какой-то блеск стоит она достаточно не бюджетно так вот про него что здесь пишут формула спрея да он распыляется как лак тоже имеет яркий аромат и некоторое время сохраняется на волосах поэтому его нужно наносить заранее чтобы допустим потом парфюм не искажался аромат парфюма вот идеально подходит для милированных осветленных волос защищает увлажняет непревзойденная гладкость и сияние распыляла я его на волосы после каждого мытья головы как я сказала это уже не бюджетная такая штука я не скажу что это средство первой необходимости если у вас хороший уход хороший шампунь хороший бальзам хорошие маски для волос то у вас волосы и так будут выглядеть сияющими живыми гладкими если конечно у вас проблемы что волосы тусклые выглядят такими бывают негладкие ну сами понимаете бывает они какие-то вот не электроризуется но какие-то вот они торчащие тогда возможно это средство вам поможет потому что многие переболели к видом и ну негативно все эти последствия сказались на здоровье людей и соответственно на внешнем виде но если у вас все более-менее в порядке волосы и так у вас будут и без этого средства выглядеть хорошо по крайней мере я им пользовалась потому что купила потратила деньги но вот прям особого эффекта на себе я не заметила волосы так у меня в нормальном состоянии возможно как-то это средство помогало сохранить цвет волос как-то ухаживала за волосом но вот прям явного эффекта я не увидела поэтому я не считаю это обязательной покупкой а вот следующая пустая баночка это моя любовь любовь это крем для рук от марки нитроджена этот крем без аромата он очень концентрированный я знаю что многие прям не любят этот крем его не переносят прям можно сказать ненавидят я обожаю это единственный на сегодняшний день крем который действительно работает на моих руках и он не стоит ни полторы не две не три тысячи он доступен по цене но стоит в районе наверное 350 рублей но вся беда в том что в нашей нынешней обстановке эта марка похоже тоже покинула россию я постараюсь найти еще такой вот хотя бы крем хоть один а так в основном то в магазинах его уже не найдешь он достаточно тугой такой вот силиконистый не совсем приятно он распределяется по рукам ощущение на руках не совсем таки приятные его нужно наносить только на ночь днем его наносить нереально неприятное ощущение на ночь его нанес распределил и утром ручки прям вот на мягкие гладкие ухоженные как будто и не было с вечера никаких шелушений никаких покраснений в общем это моя любовная любовь вот было 50 миллилитров обожаю этот крем просто вот обожаю и это мой фаворит на протяжении многих лет какие бы я крема не покупала чтобы я не пробовала сейчас вот у меня крем локситан в уходе ну ни один крем для меня для моих рук для моей потребности вот даже рядом не стоит с кремом нитроджина следующая моя пустая баночка это увлажняющий крем для лица от марки омаровица объем был 30 миллилитров этого крема дорогая красивая качественная упаковка тяжелое матовое стекло дозатор который позволяет не лазить пальцем в баночку как обычно да там не попадают лишний раз воздух микробы удобно дозировать крем сколько тебе нужно есть защитный колпачок на дозатор все выглядит красиво эстетично но минус этой упаковки в том что остается примерно 25-30 процентов крема и дозатор прекращать его просто выдавать он просто не поступает в дозатор он коротенький и в общем начинается мучение сначала я пробовала самим дозатором ковырять доставать крем все-таки крем не бюджетные жалко выбрасывать такое количество а потом я просто взяла деревянную палочку такую длинную для там как сказать сдвигание кутикулы и уже вот этой палочка его доставала оттуда сам крем в принципе приятный у него есть какой-то вот такой аптечный травяной аромат сначала у меня напрягал немножко даже раздражал но потом я к нему привыкла и все нормально сам крем белого цвета написано что он должен подходить сухой кожи нормальной комбинированной чувствительной у меня кожа чувствительная зимой можно сказать сухая в области носогубного треугольника она нормальная но для меня в холодное время этот крем был слабоват мне не хватало от него не увлажнение никакого-то питания хотя он заявлен больше как увлажняющий крем обещает стирать морщины значит соответственно увлажнять кожу увлажнение уже сказала мне мало было морщины он стирал больше визуально потому что здесь добавлены какие-то там кристаллы рубина и он знаете обладал до меня наверно не кристаллы рубина а я бы сказала алмазная пыль потому что он белый и когда на лицо его наносишь лицо становится таким как бы выбеленным белесым вот такой эффект может давать хайлайтер вот типа шоссейда дальний свет он вот такой вот как-то отсвечивать все белым не белым вот таким вот свечением холодным и за счет этого возможно вот скрываются морщины в общем крем в принципе неплох я его покупала с огромной скидкой с хорошей скидкой за такие деньги он отработал нормально за полную стоимость я бы этот крем покупать точно не стала и даже в дальнейшем со скидкой этот крем я тоже наверно бы не купила бы декоративная косметика на него уложилась так нормально терпимо в общем такой средний статистический крем бывает и лучше также практически закончился скраб для лица от марки клиник их линейка наверное seven days у него очень нежные скрабирующие частички это у меня была мини версия 30 миллилитров у меня кожа чувствительная кожу не травмировал скрабировал нежный мягкая него белая основа я его наносила дна слегка влажное лицо и тогда вот разносила скрабировала и он не травмировал мою кожу я им довольна аромата у него нет никакого он не раздражает ароматом в отличие допустим от крема оморовица в общем хороший скраб мне он понравился и я наверное разрежу тюбик и извлеку там остаточки и мне хватит может быть еще на несколько раз этого скраба так ну и про уход давайте закончим с уходом сразу покажу вам использованные пробники очень мне понравилось средство от марки овен это их сыворотка линейка называется вот так не буду коверкать как в общем это наверное сыворотка серум здесь всего было пять миллилитров но хватило мне на прилично это и этого серума приятный нежнейший аромат приятная текстура которая легко распределяется по лицу быстро впитывается великолепно просто великолепно увлажняет кожу для моей чувствительной кожи подошел отлично в общем я вот от этого средства ничего не ожидала и знаете как небрежные иногда относимся до к пробникам выбросить не выбросить использовать не использовать ой срок закончился надо выбросить я вот рада что я попробовала этот серум просто у меня уже столько много куплено из ухода а так вот в планах я бы наверное обязательно этот серум повторила он должен но если он антиоксидантный там до бороться со старением там с морщинами с вредными выводить там все какие-то наверное радикалы из кожи но мне он великолепно потрясающе увлажнял кожу я не знаю там чего он стирал не стирал за счет того что он увлажнял кожу соответственно и стирались морщинки какие-то видимые недостатки на коже в общем вот эта штука мне понравилась очень прям вот классная вещь все-таки пробники хорошее дело можно отсеять ненужные продукты да и влюбиться в какие-то другие продукты которые тебе подошли и раз мы говорим про пробники покажу вам еще наконец-то в марке кларанс я нашла средства которые мне подходят кто меня смотрит постоянно вы знаете да сколько пробников я использовала и ничего мне не подходило подошло мне вот это вот средство это их линейка внутри лиме и люмьер это лосьон объем здесь был 10 миллилитров и написано что это питательный антивозрастной смягчающий флюид придающий сияние зрелой коже вот то что написано то он и делает действительно смягчает и придают сияние я даже иногда наносила это средство соло под макияж то есть наносила тому с утра умывалась наносила лосьон тоник затем вот этот вот лосьон и от холилет наношу лосьон и вот этот вот и мне хватало и питание в общем хватало ухода и декоративная косметика ложилась отлично классно средство не имеет особо никакого аромата она жиденькая ну соответственно лосьон но это не просто водичка а как сыворотка такая в в общем хорошая штучка мне она понравилась тоже если увижу на скидках если когда-нибудь к нам вернется интернет-магазин colorance я теперь знаю что покупать себе что брать себе и это кстати все было из магазина из интернет-магазина colorance и также мне понравилось от colorance вот такое средство это также их линейка внутри люмьер но это уже жюр эмульсия здесь уже было не 15 а 5 миллилитров и здесь написано что это питательная антивозрастная дневная эмульсия придающие сияние зрелой кожи мне кажется они похожи с тем лосьоном по своему действию по своему эффекту и даже по текстуре они похожи тоже такое жиденькое средство приятно наносится быстро впитывается кожа гладкая сияющая ухоженная никаких аллергических реакций ничего такого плохого с моей кожи не происходило я использовала на лице на шее зоне декольте мне это понравилось в общем я рада что хоть какие-то средства от марки colorance мне подошли и кстати сейчас у меня в использовании крем от марки colorance от которого я в полнейшем восторге но уже пустые баночки буду показывать в следующем месяце и расскажу про этот крем крем мне прям вот прям понравился так с уходом уход ну давайте я еще покажу два пробника крема от марки эрбориан это два крема один дневной один ночной соответственно крем и для лица черный крем соответственно ночной до был их по полтора миллилитра он должен питать восстанавливать кожу кожа должна быть сияющей отдохнувший улучшает микроциркуляцию кожи восстанавливает упругость и дневной крем примерно те же самые функции также укрепляет питает разглаживает морщинки обещал дневной крем разгладить глубокие морщины но у меня всего было полтора миллилитра полтора миллилитра не разгладили морщинки аромату крема похож на аромат мне кажется вот биби крем эрбориан тоже женщине это живот линейка они женщине в общем кремы неплохие впитываются быстро кожа гладкая ровная сияющая выглядит достаточно красиво утром отдохнувшие в общем полтора миллилитра одного крема полтора другого мне понравились но чтобы какого-то питания ощутить от этих кремов нет я ничего не ощутила просто кожа выглядит неплохо аллергия не возникла вот и все что я могу сказать про два этих пробника со скидкой 30 процентов вот я смотрела в золотом яблоке этот крем 5000 стоит или этот крем 5000 стоит если бы была возможность купить миниатюрки по миллилитров 15 и познакомиться получше с этим кремом с одним из другим то я возможно бы купила бы потому что первое впечатление приятные от этих кремов но полной версии по 50 миллилитров до до 10000 за два крема с учетом даже того что я пробовала эти кремы вот в сашетках я не готова вот честно так наверное с уходом для лица все давайте поговорим немножко про декоративную косметику использовала я миниатюрочку средства для снятия водостойкого макияжа с глаз с губ от марки сифора было 25 миллилитров доставалось она мне в подарок за покупку такая дорожная версия это двухфазное средство одна часть соответственно маслянистая другая просто такая жидкая средство неплохое я не скажу что него приятный аромат вот что то есть в аромате не очень приятное но однако отвращение никакого не вызывает глаза у меня чувствительнее реакции никакой негативной не было мне глаза не щипала не раздражала пленки на глазах никакой не было снимает косметику в принципе с глаз неплохо но я не используюсь водостойкой косметикой у меня единственное что такое стойкая да это база по тени от нарс но все это все у меня снималась беспроблемно хорошо поэтому средства в принципе неплохо неплохое не буду ободранной стороной ставить давайте вот так поставим наконец-то у меня закончилось хоть одно тональное средство я прям делала удар на этот тональный крем это знаменитый тональный крем от марки эвелин одно время он прям был нашумевший на ютубе все его рекламировали хвалили лучше его ничего у нас не было с эффектом детского личика hd liquid control мне сразу скажу он понравился не очень можно сказать наверно даже не понравился сначала я думала может быть у меня кожа не в таком состоянии недостаточно хорошим вот он у меня подчеркивал все шелушинки сухость как-то западал в поры в складки в морщинке я его видела на своем лице какую бы базу я не использовала какое бы уходовое средство не использовала все равно я его видела на своем лице а если я вижу тональное средство на своем лице я вижу этот тональный крем и вижу его на подбородке на щеках вот где румяна то там особо не видно до хайлайтер румяна а вот ниже но не люблю я такой эффект кстати девочки у которых жирная кожа мне писали в комментариях что им очень очень довольны и у него по моему мнению плохая упаковка я ненавижу вот эту пипеточную систему когда ты достаешь пользоваться она потом здесь все обляпанная некрасивая неопрятная каждый раз это все вытирать стирать чтобы она выглядела как бы прилично и тебе было приятно самой ей пользоваться но в общем мне это средство не очень понравилось я знаю что многие любят я этот тональный не полюбила я вам его много раз показывал своих косметичках поэтому наверное сводч делать и не буду закончился у меня лак для ногтей от марки сали хансон это их линейкой гель лаков но они не требуют никакой дополнительной лампы до сушки только гелевое топовое покрытие сверху вот такой вот он коричневый лак какой-то такой шоколадный с крупным шиммером на ногтях он смотрелся неплохо держался он неплохо примерно вот тогда он смотрелся тоже некоторые видео снимала вы меня тоже его увидели смотрится он в принципе красиво на ногтях но за последние годы марка сали хансон испортилась мне надоели вот эти их кисточки которые разлазятся вот здесь вы не сильно видно но я вам сейчас вот покажу сбоку вот смотрите вот видите вот здесь сбоку на начинает вылазить я уже аккуратно обращалась чтобы мне до использовать лак но у меня есть лайки от этой марки которых еще практически больше пол бутылька а там вот такая вот фигня больше по-другому никак не могу сказать и это не первый раз то же самое происходит с топами с лаками обычными с гель-лаками я не пойму что случилось с этой маркой но у меня вот есть еще наверное штук семь этих лаков выбрасывать жалко пользуюсь потихоньку еще не все вот так разлезлись ну в общем больше я эту марку не покупаю а когда ты ее очень любила у них удобные широкие такие плоские кисточки хорошо они наносят лак сам лак ложится красиво вот это именно серия салон маникюр вот это вот нравились мне эти лайки но все любовь закончилась да не похоже уже это же от нас ушли от нас наверное все уже ушли про что не рассказывай и все эти ушли и те ушли надеюсь что к нам они все равно когда-нибудь вернуться раз мы заговорили про декоративную косметику покажу вам вот такой пробник я еще использовала это тональная стойкая выравнивающая тональная основа не комендогенная формула натуральный стойкий эффект маскирует недостатки здесь значит был вот праймер база и два тональных крема база такая жидкая силиконистая приятная прям на эти вот прям понравилось на лицо наносишь вот прям удовольствие как отполировывает кожу и кстати их тональный на вот этой базе держится прекрасно и два оттенка тонального крема первый clear light типа натуральный а второй уже медиум я была загоревшая после отдыха в эмиратах когда решила попробовать эти тональные средства но даже их натуральное вот это вот средство вот такого вот она оттенка было на моей коже учесть что я не белоснежка выглядела желтым от желтушным я не знаю даже на лице с загаром она мне не подошло хотя это написано что clear light и натуральный это явно оттенок не знаю намного светлее написан чем он является на самом деле ну а медиум я уже просто распаковала ради интереса но это вообще жесть я вот просто посмотрела что это и это прям прям сильно перебор я не знаю для кого он подойдет смотрите какую но это вообще я не знаю темный при темный при темный у меня с рук даже вот еще загар основательно не сошел это на руке такой оттенок но в общем не очень я точно не советую никому эти кремы покупать по интернету без за теста обязательно за тест чтобы тестер был а сами кремы мне кажется подойдут более молодой кожи потому что у меня кожа уже не молодая возрастная и видно они подчеркивают вот как-то текстуру кожи что ли сверху уже видно что это кожа возрастная но однако они действительно вот эти кремы стойки на телефонах смартфонах не отпечатываются держатся хорошо но насколько на два раза мне хватило лицо намазать до нанести на лицо если кто-то хочет стойкий крем и у кого кожа молодая либо примут вас отшлифованная гладкая кожа туда можно попробовать и тем более их можно по моему на скидках хороших поймать вот так куда я положить сюда наверно и как-то я вам показывала что консультант вальдоботе тогда был магазин сифора подарил мне пробник конверт с такими пробниками здесь были шампуни кондиционер и маска для волос от марки сислей вот такая вот книжица вот у меня конкретно был тонизирующий шампунь для объема с маслом камелии вот он было здесь по моему 8 миллилитров до 8 миллилитров шампунь жидковатый на мой взгляд пахнет приятно объем я не знаю особо не заметила но шампунь приятный волосы смотрятся после его использования красивыми приятно пахнут тут все что я смогла понять с пробника 8 миллилитров дальше здесь был шампунь с маслом макадамии вот он тоже был значит здесь 8 миллилитров приятный аромат я вообще люблю как пахнет макадамия все средства где содержится макадамия мне нравятся не знаю как он тонизировал но волосы были гладкие не электро и резавались смотрелись действительно такими красивыми ухоженными тоже он в принципе жидковат этот шампунь мне понравился третье средство которое у меня было вот мне кстати с маринга и не достался тонизирующий выпрямляющий шампунь а достался кондиционер кондиционер разглаживающий с протеинами хлопка тоже здесь его было 8 миллилитров и мне вот их 8 миллилитров хватило на шампунь с маслом камелии с маслом макадамии аромат нейтральный не раздражающий очень приятное средство я не буду говорить про их там составы ухаживающие средства компоненты марка сисли не бюджетная мне не понравились если бы они стоили по более адекватной и доступной цене то я бы купила ну какая сейчас цена она и раньше то было на них высокая а сейчас вообще высоченная я не буду покупать эти средства и еще мне дарили три пробника вот такой очищающей маски с белой глиной для использования перед шампунем вот такая рекламка чтобы лучше до рассказать вот я забегу вперед и скажу что это маска мне очень и очень и очень понравилось вот белая глина как действует блеск комфорт очищающий успокаивающих эффект маски волосы дольше остаются чистыми мягкими легкими сияющими вот действительно так вот так выглядит полный размер у меня вот две маски закончились и еще одна там осталась буквально на один раз я ее берегу можно сказать экономлю отношусь к ней бережно маска приятно пахнет наносила я ее прям вот на кожу головы втирала растирала разносила затем вот смывала и мыла волосы шампунем классная классная вещь ну и цена я вам скажу тоже у этой вещи тоже классная вот здесь написано как ее нужно было наносить как ее нужно было распределять в общем если кто-то себе материально может позволить вот эту маску что она не бьет по вашему кошельку по вашему карману то попробуйте вот мне она понравилась приятный тоже аромат приятное в использовании ну и по традиции в конце видео я вам покажу пробник аромата от джорджа армани это импорио армани их бюджетная линейка in love with you frizz так наверное да читается это женский аромат он так выглядит полная версия выпущен этот аромат не так давно в 2020 году относится он к цветочно-восточным ароматам давайте зачитаю ноты верхние ноты вишня мандарин бергамот груша средние ноты пион мой любимый жасмин самбак ландыш в базовых нотах пачули древесные ноты и белый мускус а еще ветивер у этого аромата средняя стойкость средний шлейф достаточно приятный аромат универсальный мне кажется подойдет на любое время года но лучше мне вот вот по моему мнению все таки он раскрывается весна осень потому что я его пробовала и летом и зимой и весной и осенью мне он понравился больше весной и осенью летом он как-то вообще мне показался ну не полумужским но что-то вот таким каким-то почулиевым каким-то плоским как-то он на мне особо не раскрывался а вот осенью поздней осенью он на мне совсем по-другому раскрылся сначала я не слышал в нем никаких ни цветов ничего а потом он начал выдавать такие приятные нотки интересно раскрывается даже становится иногда немножко таким каким-то кремовым цветочные нотки так проявляются но вот этот аромат я точно не советую никому покупать вслепую обязательно нужно его тестировать и желательно на коже и вот нужно попробовать его познакомиться в разное время года приятный аромат но полную версию покупать я не буду вот это все мои пустые баночки надеюсь видео для вас было интересно может быть даже полезно буду благодарна вам за ваши лайки за ваши комментарии что из этого пробовали вы что вам нравится что вам не нравится может быть у вас другое мнение по этим продуктам пишите рассказывайте мне любопытно будет почитать оставайтесь здоровыми красивыми хорошего вам дня мирного неба над головой всем спасибо всем пока 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 пока